Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Друзья, папарацци устроили настоящую охоту на близких актрисы. Родственники Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны папарацци. Близкие актрисы не могут спокойно шагу ступить, везде оказываются под объективами фото и видеокамер. В блоге поддержки актрисы они опубликовали несколько снимков мужчин, которые нарушают их личное пространство. Лезут к ним с вопросами и снимают. Но самое страшное, что папарацци пытаются подкупить медицинский персонал клиники, в которой находится Анастасия. Предлагать сотрудникам медучреждения торговать информацией о пациентах – это низко. Мы еще раз просим не переходить границы и оставить нас в покое. Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески. Обратились они к своим преследователям. Близкие Анастасии напомнили своим обидчикам, что у них тоже есть дети и родители, и обратили их внимание на то, что карьерные амбиции – это не самое важное в жизни. Ведь каждый из них может оказаться на месте героев собственных персонажей. К слову, 23-летняя Анна Заворотнюк успела побыть дизайнером всего пару месяцев. Напомним, в конце августа, когда пошла первая волна слухов о тяжелой болезни «Прекрасная няня», актриса в своем инстаграме поделилась радостной новостью. «Моя Анюта с подругой запустили собственную линию одежды и аксессуаров в Москве», написала Анастасия Заворотнюк. «Все делают сами, от разработки концепции бренда и дизайна, всей продукции до отбора материалов и пошива. Считаю отличный старт и получается весьма неплохо. Первая коллекция разошлась на ура. Как мама, горжусь своей девочкой. Только вперед, дальше больше». В начале сентября журналисты-комсомолки побывали на открытии шоурума. Небольшое помещение на втором этаже здания на Малой Бронной оказалось спрятано во дворах и закрыто от глаз случайных покупателей. Ни вывесок, ни рекламы. Проходимость шоурума явно была небольшой. А вот цены на одежду установили выше среднего. Пиджаки от Заворотнюк продавались за 12 тысяч 22 тысячи рублей. Платья за 4-10 тысяч. Костюмы за 30 тысяч. Одежду собственной марки девушка активно рекламировала в соцсетях, выступая не только дизайнером, но и моделью. Но, видимо, проект оказался убыточным. И в начале декабря она объявила, что вышла из бизнеса. Это неудивительно, ведь семья Заворотнюк тратит миллионы на реабилитацию актрисы в одном из самых дорогих медицинских центров в Подмосковье. Им сейчас явно не до развития модного бренда. А теперь, как стало известно журналистам КП, закрывается и само выставочное пространство. Мы переезжаем в другое место, поэтому примерка возможна только по доставке, рассказали сотрудники шоурума.